Памятник матери торжественно открыт в Армавире. Об этом Юлия Чернышева. Автолихач получил тяжелые травмы в ночном ДТП на Розы-Люксембург. Купальный сезон завершен. Каким он был на территории города, узнавала Анна Мельченко. В Армавире увековечили в камне самые теплые чувства. В городе торжественно открыт памятник матери. Это своего рода символ, объединяющий самые разные народы и религии, что как нельзя кстати для многонационального Армавира, отметил спонсор проекта Владислав Гасумянов. За мной четыре постамента, вы их видите там на четырех языках и на четырех конфессиях написано слово «мама». Внизу под постаментом на всех языках мира написано слово «мама». И здесь есть скамеечка для каждого, кто может прийти, сесть, задуматься и пообщаться с своей мамой. Сзади там стихи про маму тех авторов, к той конфессии, к которой они относятся. Вот такой был замысел. Я очень рад, что он реализовался. Поклонение матери именно такое название получил самый долгожданный памятник в Армавире. Это детище известного питерского архитектора и дизайнера Надежды Петровой. Теперь украсит сквер по улице Кирова в Армавире над созданием скульптуры. Автор трудилось несколько месяцев. Я сегодня хочу еще раз от всех жителей города Армавира, от тех людей, которые присутствуют на этом торжественном мероприятии, и сказать добрые слова в адрес нашего земляка Гасумяна Владислава Ивановича за тот подарок, который город получил к дню города, за тот прекрасный монумент. Правильно было сказано Владиславу Ивановичу, что таких памятников нет нигде, есть разные. Но именно памятник мамы, он сегодня есть в городе Армавире. Долгие годы местные власти мечтали установить монумент женщине-матери. И, наконец, это свершилось, отметил в приветственной речи по телефону экс-глава Армавира Джамбулат Хатуов. Это место станет еще одной достопримечательностью города, высказали Надежду многочисленные гости торжественного мероприятия. Этот монумент, который сегодня открылся, показывает ту любовь по отношению к нашему маме. И я бы хотел присоединиться к тем словам, которые Андрей Юрьевич сказал, что дарить надо сейчас, пока наша мама жива, гораздо больше любви и внимания. Армавирцы и гости города несли букеты цветов к монументу, как дань памяти матерям, которых рядом нет, как уважение к тем, кто всегда рядом. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Автолихач устроил ночное ДТП в Армавире. Произошла авария 13 сентября в 2 часа 20 минут на улице Роза-Люксембург. 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дерево. С переломами его госпитализировали. Обстоятельства ДТП уточняются. Всего по официальным данным с начала сентября в Армавире зафиксировано 73 аварии. Из них 4 факта с пострадавшими участниками дорожного движения, в которых, к сожалению, 5 человек получили различного рода травмы. 2 сентября в утренние часы на улице Маршала Жукова водитель автомобиля «Шевроле-Авео» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина с диагнозом «закрытый перелом голени без смещения» была доставлена в городскую больницу города Армавира, где ей назначено амбулаторное лечение. Фиксировались ДТП и с участием несовершеннолетних. 11 сентября подросток устроил аварию на перекрестке 7-й линии Ленина. Отметили сотрудники ГИБДД и еще одно серьезное происшествие 6 сентября вечером на пересечении Карла Маркса и Лермонтова. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся по главной, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150, после чего допустил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир автомобиля ВАЗ-21074, 1998 года рождения. С телесными повреждениями девушка была доставлена в Армавирскую городскую больницу. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на дороге. Уважаемые водители, сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют вам соблюдать скоростной режим на дорогах города, предоставлять преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также соблюдать скоростной режим в районах образовательных учреждений и ни в коем случае не забывать о правилах перевозки детей в транспортных средствах. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Привиться и защититься? Вакцинация против гриппа началась в Армавире. Медики утверждают, что вакцины хватит на всех желающих. Противопоказания выявляет врач-терапевт до начала визита в процедурный кабинет. Критерии прививок, они стандартные. Человек должен быть абсолютно здоровым. Если он болел в этот промежуток времени, то, соответственно, после заболевания должно пройти не менее двух недель. Окружение должно быть также без каких-то признаков респираторной вирусной инфекции. Тогда вакцинация будет иметь положительный эффект. Уже через две недели после прививки в организме накапливаются противогриппозные антитела, и он становится невосприимчивым к заболеванию. Иммунитет под защитой около полугода, весь эпидемический сезон. Вакцины в этом году, как и в прошлом году, собственно говоря, инактивированные, которые не содержат живых культур, которые, собственно говоря, способствуют выработке антител в оптимальные сроки. И многие задают вопрос, собственно говоря, возможно ли заболеть после того, как провели прививку. Да, существует, конечно, риск заболевания, но все дело в том, что заболевание будет протекать в легкой форме. Это может быть легкий фаренгит, легкий ренит. И на этом все заканчивается. Вакцина Гриппол Плюс безопасна для беременных женщин. Прививать детей от гриппа можно с шести месяцев, подчеркивают медики. И напоминают, вакцинация является основным и наиболее эффективным средством профилактики. К тому же это уменьшение тяжести заболевания и предупреждение развития осложнений. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, Служба новостей, Армавира. Отшумело знойное и яркое лето. А это значит, купальный сезон подошел к своему логическому завершению. И хотя на дворе середина сентября, погожие деньки все еще балуют армавирцев. И многие до сих пор продолжают купаться в водоемах. Сотрудники службы спасения напоминают о мерах предосторожности на воде. Ведь только за летний период на территории города утонуло пять человек, в их числе ребенок. Двое утонуло на реке Кубань, один утонул на реке Уруп. Недавно у нас утонуло на очистных сооружениях в озере Девочка в августе месяце. И один утонул мужчина на водохранилище. Статистика показывает, что в основном люди тонут либо в состоянии алкогольного опьянения, либо не соизмеряющие свои физические силы. Порой это банальная халатность. Убедительная просьба возле водоемов не употреблять алкоголь и уж тем более не лезть в состояние алкогольного опьянения водоема. В случае, если с вами находятся возле водоема дети, убедительная просьба держать их в своем поле зрения и следить за ними. Несмотря на то, что летний сезон позади, на территории городского водохранилища продолжают вестись работы по благоустройству и наведению порядка. Делается это в течение всего года. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин